Всем привет! Начинаю новый проект туристических ножей по мотивам ножа Хороса Кефорта нарисовал вот такой эскиз он же схема в масштабе 1 к 1 также сделал шаблон по которому мы будем размечать и кроить сталь как вы уже догадались ножи буду делать из полосы ковать пока не могу надо немного подлечить руку ну а далее все по плану термоциклирование, высокий отпуск и закалка клинки готовы к закалке врезаны черновые спуски толщина сведения под закалку 1,2 мм т.к. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Весь бутерброд струбцинами притянул к двум пластинам. Синими струбцинами притянул к вертикально стоящей пластине, чтобы брусок у нас получился ровный по длине. Черными струбцинами притянул к нижней пластине, чтобы брусок у нас был ровный по ширине. И всю эту стену одной большой длинной струбциной. Клинок полностью готов. Плашки частично также готовы. Теперь нужно просверлить отверстие для крепления штифтов. Сначала буду сверлить отверстие посередине. Хочу, чтобы центральный штифт располагался строго посередине вот этой вот вставки. Теперь мы можем одеть бланк клинка на центральный штифт. И уже сам клинок использовать как кондуктор для сверления оставшихся двух отверстий. Для того, чтобы вот эта красная вставка после склейки рукояти ножа симметрично располагалась на обоих сторонах без смещения, нужно, чтобы отверстия во второй плашке четко совпадали с отверстиями в первой. Для этого вот эту плашку с отверстиями я точно так же буду использовать как кондуктор при сверлении. А чтобы не было смещения, как раз таки во время сверления, я использую двусторонний скотч. Торец накладок, который со стороны бойстера, надо обрабатывать сразу в чистовую, иначе после склейки вы этого сделать уже не сможете. Продолжение следует... Перед склейкой я прикладывал бланк клинка и обвел рукоять. И сейчас мне будет проще снимать лишнюю древесину на гриндере. Поскольку я делаю сразу партию ножей, то профиль рукояти проще всего рисовать по вот такому картонному шаблону. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У двух ножей в этой партии в комплекте будет огниво, поэтому на ножнах нужно разместить петлю для его крепления. Из-за этой петли немного меняется порядок некоторых операций. На обычных ножнах после склейки я размечал шов, потом сверлил его, потом шил, а уже потом уберу лишнее мясо с торца и заполирую его. На ножнах с креплением для огнива сразу после склейки нужно снимать лишнее мясо с торца, заполировать его, после чего вклеивать вот эту петлю, а уже потом размечать, сверлить и шить шов. Продолжение следует... А вот теперь можно вклеить петлю для огнива. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...